Рилсы, шорсы и тиктоки захватили соцсети. Многие советуют раскручивать свои аккаунты именно через такой формат. Я решил попробовать и сам. И сегодня поделюсь опытом, расскажу, что получилось, сколько набрал подписчиков, покажу по некоторым видосам статистику, расскажу, какие лучше всего зашли, зачем их вообще делать, как и все ли так сладко, как говорят эксперты, продающие курсы по рилсам и шортсам. Если вы фотограф, видеограф, ну или другим контентом занимаетесь, который не делает такой формат, обязательно посмотрите, может быть, тоже захотите делать. И хоть я не являюсь на данный момент каким-то суперэкспертом по рилсам, у меня все-таки есть несколько роликов на сотни тысяч просмотров и даже на миллионы, так что есть что рассказать. Для начала коротко, что это вообще за формат? Это короткие вертикальные видео длиной до 60 секунд. Их сейчас можно размещать на многих платформах. Но главное это инста, там они называются рилсами, YouTube, там они называются шортсами, и TikTok, там они называются тиктоками. В TikTok можно грузить и более длинные ролики, но тогда вы теряете возможность заливать тот же материал на другие платформы, а это плохо. Аудитория у такого формата огромная, и она только растет. И скажу не очень популярное мнение, я не люблю этот формат, я редко его смотрю. А если и смотрю, в основном с целью какие-то новые идеи найти уже для своих рилсов. Но нравится мне и не нравится такой формат не имеет никакого значения, потому что аудитория объективно огромная. Причем этот формат еще и алгоритмы соцсетей. Форсят все чаще показывают их в лентах. И тут мы плавно переходим к вопросу, а зачем их собственно делать? Как раз за тем, что на данный момент соцсети их действительно активно всем пользователям подпихивают, соответственно, если у вас хороший контент, на вас подписываются, вы набираете аудиторию. Через фотки и посты уже сложно, ну если про инсту говорить. Покупать официальное продвижение из РФ нельзя. Насколько я знаю, всякие накрутчики тоже уже не особо работают, если вообще работают. Но тут я на 100% не уверен. А вот рилсы реально работают, с них действительно подписываются. Многие говорят, что это бесплатные подписчики. Это, конечно же, не так, но про бесплатность позже. На всякий случай, если вдруг у кого-то возник вопрос, а нафига мне это твоя аудитория? Причин много. От таких лично субъективных, например, потешить свое ЧСВ, показать свои работы, собрать сообщество приятное для себя. До чисто утилитарных. Аудитория – это актив. Вас больше видят, вы больше продаете своих услуг, как фотограф-видеограф. Через соцсети часто поступают заявки. Вы выглядите авторитетнее в глазах потенциальных заказчиков. Потому что, конечно, портфолио, качество работ – мега важно. Но вот заказчик смотрит, а что-то у него в аккаунте всего 100 подписчиков и лайков нет. Что-то не так. Так что при прочих равных, раскрученный аккаунт – это тоже большой имиджевый плюс. С какого-то порога вам предлагают делать рекламу. Вот у меня даже не очень много просмотров на ютубе, но предложений по рекламе полно. Я просто не беру не тематическую рекламу, но предлагают все подряд. И доставку еды, и украшения, и какие-то эти игры онлайн. Я не беру просто потому, что у меня есть свои уроки и курсы, я их рекламирую. Ну и это тематическая реклама, что гораздо лучше для канала. А так-то ничего плохого в этом нет, чего бы не отрекламировать вкусную пиццу за денежку. Ну и обзоры часто предлагают. Я тоже больше отказываюсь, но вот у Годекса, например, сейчас несколько вещей вышло, которые мне интересны. Я, получается, могу бесплатно потестить сам, еще и деньги за обзор получить. Так что аудитория точно не будет лишней. Ну и пока мы далеко не ушли от этой темы – мои обучающие материалы по фотографии. Огромное количество уроков по предметной съемке, от самой базы со светом от окна до сложных съемок зеркальных поверхностей. Уроки по ретуши от моего ретушора, а также уроки и курсы от приглашенных спикеров. По портретке, стоп-моушену, пейзажной съемке. В общем, много чего интересного и очень недорого. Подробности по ссылке в описании. Итак, допустим, я вас убедил, что нужно рилсы делать. Зачем ты убедил? Блин, сто пудов кто-то напишет, что я как-то на этом зарабатываю, раз про это рассказываю. Как их делать? Здесь в техническую часть погружаться не будем, потому что если вы фотограф или видеограф, я думаю, вы знаете, как свет поставить и как записать себя на видео. Сейчас это можно сделать вполне бюджетно, камера у вас уже есть, да можно и смартфон использовать, дешевая петличка, какой-нибудь светильник, штатив, да в общем-то и все. У многих фотографов встает вопрос с монтажом, хотя мне кажется, что уже большинство фотографов хоть какое-то видео доснимает, и элементарный монтаж может сделать. Но даже если это не так, поверьте, это не будет большой преградой. Можно взять бесплатную программу, капкат, например, и простой монтаж можно научиться делать там за один-два дня. В капкате реально все просто, склейки, субтитры, какие-то надписи добавить, очень быстро научитесь. Ну а если нет времени, на биржах труда полно монтажеров, которые вам сделают это за деньги. А вот более сложный вопрос, где брать идеи? Можно просто ждать вдохновения. Но я считаю, что это очень плохая мысль. Я это знаю, потому что вот у меня большие ролики на YouTube выходят примерно по такой схеме. Что-то поснимал, потом на полгода пропал, так не работает. Ну, работает, но плохо, так лучше не делать. Если у вас есть цель набрать аудиторию, то лучше системно над этим работать, а вдохновения ждать можно очень долго. Итак, что делать? Абсолютно практический совет. Берете и составляете список форматов, которые вам нравятся. Я сейчас покажу несколько примеров своих форматов, кому-то будет полезно. Но самое банальное, это зайти в ту же инсту и просто несколько часов поизучать ленту, выписывая идеи, форматы, которые вам нравятся. Составить список, не в голове, а именно где-то записанный. И дальше садитесь и по каждому формату думаете, что вы можете сделать. Вот у меня есть формат с нарезкой фотографии. Иду, смотрю свое портфолио, что можно использовать. Или формат с советами. Ну, тут я из главы уже вспоминаю, чем можно поделиться. Если у вас выписано 5 форматов, на каждой придумали по 5 идей, вот вам уже план из 25 пунктов. Но это осознанная работа. Еще раз, просто ждать вдохновения можно очень долго. Итак, несколько форматов, которые я использую. Нарезка ваших фотографий. Один из самых простых вариантов. Работы у вас уже есть. Положить их на дорожку в видеоредакторе, добавить звук и, в общем-то, готово. Вот пример с нарезкой фотографии лаков. На ютубе около 7 тысяч просмотров. Не очень зашло. В инсте 17 тысяч. А с видосами вот хороший пример. Как это снято, будет ролик, кстати, отдельный. Так что подписывайтесь. В ютубе вообще не зашло. В тиктоке тоже. А в инсте больше 50 тысяч просмотров. Еще один формат. Советы. Лайфхаки. Если вы занимаетесь съемками хотя бы пару лет, у вас по-любому есть что рассказать. Вот как пример. Полезные мелочи для предметки. На ютубе 14 тысяч просмотров. В инсте 19. Мини-уроки. Бэкстейджи. Что-то фотографируете для заказчика. Ну или специально для Рилса. Подснимаете каждый этап. Хоть на телефон. Потом монтируете. Может озвучиваете. Вот, например, съемка дома от окна. В ютубе 13 тысяч просмотров. В инсте 31. Короче, идей на самом деле полно. Выписать их дело пары часов. Как сделать, чтобы ролики смотрели. Нередко люди говорят, что они знают все секреты про алгоритмы соцсетей. Все расскажут о них на своих курсах. Никто их полностью не знает. Даже если человек реально опытный, очень много экспериментировал с алгоритмами какой-то сети. Алгоритмы меняются, поэтому то, что было год назад, уже может быть не актуально сейчас. Но. Хорошая новость заключается в том, что основные вещи известны и так. О них нередко пишут и сами соцсети в своих справках. Ну и они крайне логичны. Самое главное – это время удержания аудитории. Любая сеть заинтересована в том, чтобы пользователь оставался в ней как можно дольше. Если ваш ролик все сразу пролистывают, платформе его смысла показывать нет. Потому что повышаются шансы, что пользователь закроет не только ваше видео, но и само приложение. Конечно, активность на вашем ролике тоже имеет значение. Но какое действие, какой вес имеет – уже большой вопрос. Кто-то вот говорит, что подписка во время просмотра на ютубе имеет очень большое значение. Подписывайтесь, кстати. Кто-то говорит, что наоборот совсем небольшое. Ну и кроме того, у разных соцсетей разные алгоритмы, само собой. Короче, активность – это несомненно хорошо, но главное – это удержание аудитории. Цеплять внимание нужно сразу. Это вроде как очевидная вещь, но я много раз видел ролики у коллег, где очень классный исходный материал, но настолько все затянуто и долго, что люди просто не смотрят. Соответственно, автор разочаровывается, что нет просмотров, и забивает на этот формат. Вспомните, как смотрят подобные ролики. Смартфон в руке, большой палец сразу готов смахнуть вас и пойти дальше. У вас очень мало времени, чтобы доказать зрителю, что ваш материал стоящий. Практических советов и стратегий, как заинтересовать и удержать зрителя, полно. Если заинтересуетесь, сможете легко найти на том же ютубчике. Но просто пару примеров. Первое. Не затягивайте. Я не рекомендую вот «Здравствуйте, сегодня обсудим полезные вещи для предметной съемки». Сразу к делу. Полезные вещи для предметки и поехали перечислять. Второе. Если есть что-то необычное, что может любопытство вызвать, лучше тоже сразу это выносить в начало. Например, я мог просто написать или сказать «Делаем иней для съемки». Но согласитесь, куда больше пробуждает любопытство фраза «Пиво плюс слабительное равно иней», которую я и вынес титрами в самое начало. Пиво, слабительное, что странно и любопытно. И этот ролик в инсте зашел, кстати, очень хорошо, больше двухсот тысяч просмотров. Третье. Есть еще такая стратегия начать с какой-то провокационной фразы. Мне не очень нравится, когда провокация ради провокации, но есть темы, где мнения будут расходиться. В том числе и фотографии, видеосъемки их можно использовать. Ну, например, вы считаете, что золотое сечение – хрень полная. Вот вам идея для ролика. Или, допустим, кроп лучше фуллфрейма. И вот почему. Перечисляете плюсы кропа, а в конце говорите «Конечно, у фуллфрейма свои объективные достоинства, инструмент нужно подбирать под задачи». И вы технически-то сказали все верно, но поверьте, у огромного количества зрителей заполыхает кое-что уже после первой фразы. И вам будут писать, как же вы неправы. Но не такими словами, конечно, мы же в интернете. Вам скажут, что вы мудак, бездарность, из какой-то помойки чмошник вылез и так далее. Так что если вы не очень хорошо воспринимаете хейт, то этим способом лучше не пользоваться. А если нормально, то вполне рабочая стратегия. Как пример, мой ролик, где я говорю, что перспектива зависит не от фокусного расстояния, а от расстояния до объекта съемки. Я первой же фразой так и говорю. Перспектива не зависит от фокусного расстояния. И представляю просто пожар в этот момент. В общем, в инсте сработало неплохо, более 70 тысяч просмотров и более 140 комментов. Но, если вы используете такую стратегию, то можно из этих комментариев вытянуть еще и много просмотров и увеличение глубины просмотра. Дело в том, что когда человек пишет комментарий, ролик продолжает проигрываться. И вот комментатор может быть, ну скажем так, адекватным. То есть даже он может на эмоциях что-то негативное изначально написать, но ты ему отвечаешь по делу, он тебе отвечает по делу или вообще ничего не отвечает и быстро уходит. А вот есть комментаторы не очень адекватные, наверное, их можно хейтерами назвать, хотя не важно. Их прелесть в том, что они почти наверняка будут писать тебе столько комментов, сколько захочешь ты сам. Если вам пишут, какой же ты тупой неудачник. Для такой стратегии это просто подарок. Можно написать ему, почему я тупой или почему я неудачник. И поверьте, он будет пытаться отвечать. И это не так просто сформулировать, как вы понимаете, почему незнакомый тебе человек неудачник. Это требует достаточно много времени. И просмотры будут идти, идти, идти. И такому комментатору, вот это я заметил по десятилетнему опыту на ютубе, ему очень важно написать последний комментарий. Я так думаю, что это считается какой-то психологической победой. Ну, что-то такое. И он будет писать комментов столько, сколько вы будете отвечать на них, пока вам не надоест. Но недостатки у такой стратегии, во-первых, как я уже сказал, только если вы нормально комментарии такие воспринимаете. И на все эти комментарии уходят очень много времени. И мне в итоге кажется, что проще за это время новый сценарий дрярился написать. Ну и кроме того, я не уверен, хочу ли я вообще такой срач в своем аккаунте. Как-то мне кажется, со стороны это выглядит не очень. Но в целом работает и пользоваться можно. Также для удержания аудитории важна речь довольно быстрая, но четкая. Монтаж динамичный, без больших пауз. С большими паузами на самом деле очень много кто страдает. Желательно, чтобы если это была говорящая голова, что-то еще происходило дополнительно. Фотографии, биролы, какие-то надписи, эффекты. Все это реально работает, удерживает внимание. Ну и я считаю, что очень важны субтитры. Во-первых, нередко смотрят такие ролики без звука, читают субтитры, соответственно. Ну и сами по себе они добавляют видеоряду некоторые динамики. Особенно всякие анимированные, где цвета меняются или наподобие караоке так называемого. Делать их можно очень просто в том же капкате бесплатном. Единственное, что с русским языком там косяки бывают с переносом слов. Теперь по моей статистике. Я сделал 60 коротких роликов. Залил в инсту, ютуб, тикток не все, там были проблемы с постингом. Ну а в ВК и в дзене там просмотров кот наплакал по этому формату, так что даже говорить про них не буду. Надо отметить, что постил с перерывом, был переезд, там работа, бронхит. На два месяца, короче говоря, почти забивал. Но я считаю, что для статистики это не особо существенно. Главное количество роликов. Итак, самые удачные ролики. Начнем с инсты. Третье место. Летающее мороженка. Просто визуал. И, кстати, как мы делали это фейковое мороженое, есть и длинные, и короткие ролики. Можно посмотреть. Больше ста тысяч просмотров. Второе место. Уже упомянутое и не из слабительного. Не помню, откуда мы взяли этот рецепт, но интересный способ задекорировать окно. Больше двухсот тысяч просмотров. И первое место. Потолочная плитка. Тупо показываю рассеиватель и как от него меняется свет. А в комментах все говорят, что это просто фотошоп и я все набрал. Больше трехсот тысяч просмотров зато. В ютубе. Третье место. Делаем фон холст. Делали давно. Тоже для большого ролика на ютуб. Я из него нарезал рилс. Больше тридцати девяти тысяч просмотров. Второе место. То самое фейковое мороженое. Как раз ролик про то, как его сделать. Больше пятьсот пятидесяти тысяч просмотров. И первое место. Фейковый лед для фуд-фото. Больше четырех миллионов просмотров. Ну вот залетел прям рассказ про пластиковый лед для фотографий. Пока что на всех платформах это рекорд по просмотрам у меня. По подписчикам. На ютубе я набрал на шортсах примерно девять с половиной тысяч подписчиков. В инсте я, к сожалению, не посмотрите статистику за все время. Максимум девяносто дней. Но я примерно помню сколько было. И подписчиков прибавилось примерно двенадцать тысяч. Какая-то часть с постов, но она очень маленькая. Короче, в целом я доволен. Я, как уже сказал, не эксперт в этом вопросе, но мне сказали, что 150, от 150 до 500 рублей стоит подписчик в инсте для подобного аккаунта. То есть если ты за деньги раскручиваешь аккаунт, то вот живой подписчик настоящий стоит примерно столько. Вот и можете прикинуть трудозатраты на создание рилсов. И что вам выгоднее? Может быть кому-то проще заказать раскрутку за деньги. Теперь про недостатки. Бесплатность. Они бесплатны только если ваше время нифига не стоит. Но это вряд ли. Потому что на создание контента уходит не слаб так времени. Идея, сценарий, съемка, монтаж, титры, постинг. Все это вы делаете либо сами и тратите время, либо что-то отдаете на аутсорс и тратите уже деньги. Сложно точно сказать, сколько уходит время на создание одного ролика. Форматы ведь могут быть очень разные. Что-то быстрее, что-то дольше. Плюс сильно зависит от организации процесса. По несколько штук делать быстрее, понятное дело. Ну, я бы сказал, что у меня в среднем от полутора до двух с половиной часов на все уходит, это если монтировать самому. И когда вам советуют делать рилс каждый день, вот прикиньте, готовы ли столько времени каждый день тратить. Следующая проблема. Даже если вы делаете офигенный, качественный ролик, по всем правилам и советам тратите на него много сил, не факт, что он зайдет. Ну вот не легла карта, не тем людям платформа показала ролик, не стали его смотреть, досматривать, соответственно, и показываться он перестал. Это у любого аккаунта так, есть ролики с большим количеством просмотров, а есть с минимумом. Вот у меня есть ролик в инсте на 300 тысяч, а в ютубчике он набрал всего 10 тысяч. В ютубчике на 4 миллиона, а в инсте всего 70 тысяч. Так что не только качество вашего ролика имеет значение, но и удача. И как продолжение мысли, если вы собрались все-таки их делать, нужно сразу готовиться к тому, чтобы сделать хотя бы штук 15-20, а лучше больше. Потому что если вы зальете 2-3 штуки, очень велика вероятность, что они не зайдут, и вы просто разочаруетесь и бросите. Например, на ютубе у меня шортсов с просмотрами более 10 тысяч, всего 11 штук из 60. Так что многие ролики не заходят, но потом какой-то рил залетает, и с него уже приходит много подписчиков. Ну и рекомендую очень постить сразу и в инсту, и в ютуб, ну и в тикток по возможности. Потому что это просто тупо потратить ресурсы на контент, но отказываться от дополнительных площадок для его распространения. Все эти три площадки точно имеют большую аудиторию, которая смотрит подобный формат. Пока что все. Если было интересно, не забудьте поставить лайк, рассказывайте, делайте ли вы рилсы сами. Ну и до следующих встреч. Пока.